Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, добрый день! Сегодня поговорим о книге «Втерзакония», глава 19, тема нашего сегодняшнего разговора. Итак, «Втерзакония» — это второй раз рассказ о законе Божьем, законе Моисеевом. Самое важное, самое основное, самое, может быть, фундаментальное, еще раз после книги «Левит», числа, исход, повторяется в «Втерзаконии», чтобы дать жителям Израиля основание для того, чтобы жизнь была сделана по Божьим стандартам, по Божьим каким-то правилам, по Божьим лекалам. Поэтому этому народу дается закон Моисеев, закон Божий. В нашем понимании христианском, или таком новоевропейском, закон Божий касается сугубо узкой сферы нашей жизни. Это есть наше личное религиозное чувство. В этом отношении закон Божий, он почти что слился с понятием о богословии, с догматикой. То есть, закон Божий — то, что ты исповедуешь, во что ты веришь, и в этом отношении то, что связано с практикой твоего религиозного какого-то чувства. Ну, это богослужение, участие в таинствах, то, что касается личной твоей этики. А какой этики, да? Вообще этика — это и вся наша жизнь, да? Но этика в таком религиозном понимании, понимании новоевропейском, христианском, это то, что касается твоей праведности и неправедности. Наше понимание этики сужено до деколога, десятословия, и в этом отношении выражается именно в этом, да? Убил — не убил, украл — не украл, прелюбодействовал — не прелюбодействовал, завидовал — не завидовал. Описывается лишь наша вот такая вот узкоизическая, даже почти что внутренняя эмоциональная жизнь, да? Этика — это то, что нам, может быть, привиделось, что мы думаем, нам приснилось что-то и так далее. Так вот, в древних народах, или вот, допустим, в народе израильском и древнем, и даже в новом, и тем более, когда мы говорим о таком движении, как ислам, мусульманство, закон, закон религиозный охватывает все сферы жизни общества, да? Ну, мы знаем слово «шариат», слово такое, довольно немножко враждебное, да, или страшное, но вот на самом деле второзаконие тоже есть «шариат», да, «шариат», который дан Богом. Этот «шариат» охватывает все стороны жизни еврея, его жизни личную, семейную, социальную, экономическую, профессиональную, и, как в этой главе, главе 19, мы убедимся, аж гражданско-уголовно-процессуальную жизнь, то есть закон Моисеев регулирует то, как быть, когда кто-то кого-то убьет. И то, что мы считаем, сейчас мы считаем, касается уголовного кодекса, да, чем занимаются правоохранительные органы, а не священники, не проповедники, не патриархи. Но вот в это время, в изучаемое нами время, этим занималась тоже религия. И священники, и левиты, носители традиции, играли в этом деле очень важную роль. Итак, глава 19, это и есть продолжение гражданских сюжетов, освящаемых и рассматриваемых в книге Второзакония. Читаем. «Когда Господь, ваш Бог, истребит народы, землю которых Он отдает вам, когда вы овладеете их землей и поселитесь в их городах и домах, то выделите там, в стране, которую отдает вам во владение Господь, ваш Бог, три города». Итак, земля завоевана, народы изгнаны с этой земли, но дело не закончено. Надо выделить три города для каких-то очень интересных целей. Итак, как это делается? «Измерив расстояние, разделите страну, которую дает вам Господь, ваш Бог, на три части, чтобы свершившие убийства могли найти там убежище в этих городах». Вот цель этих городов. Итак, убийства бывают разные. Бывают убийства целенаправленные, злоумышленные, задуманные, сделанные в сознательном состоянии. Да, ты хочешь кого-то убить, и ты убиваешь этого человека. Но бывают убийства непреднамеренные, да, которые ты не планировал и не думал, и не был инициатором всего этого убийства, которые возникают в ходе какого-то чрезвычайного стечения обстоятельств. Вот не хотел никого убивать, но случается что-то, и ты кого-то убил. Ну, в наше время это, возможно, ДТП, которого ты не являешься виновником, либо инициатором. Ну, какие-нибудь случаи несчастные настроите на работе. Короче, там, когда мы невольно кого-то, не дай Бог, убиваем, да. И вот для этих сюжетов нужны эти самые три города. Вот в каком случае совершивший убийство может бежать в один из этих городов и спасти свою жизнь. Если он убил неумышленно, а прежде между ним и убитым, не было вражды. И так вот описывается этот случай. Есть два условия, чтобы можно было быть спасенным, оказавшись в этом городе. А именно, два условия. Первое, ты убил не специально, не намеренно, да, ни ножиком, ни копьем. Ты не был сознательным виновником этого убийства. А в чем это, как это можно узнать, да, был или не был? А вот можно кого-то спросить и убедиться, была ли между тобой и твоей жертвой вчера, позавчера, год назад, вражда. Так вот, если не было вражды, и ты убиваешь неумышленно, то ты можешь искать спасение в этих городах. Например, человек пошел с кем-нибудь вдвоем в лес за дровами и занес топор, чтобы срубить дерево. А топор сорвался с рукоятки, попал в того и сразил насмерть. Такой человек может бежать в один из этих городов и спасти свою жизнь. Вот описывается случай, настоящее ЧП на производстве, да, вот есть лес, они там вдвоем, никаких нет свидетелей. И есть факт, факт ужасный, в лес заходят двое, выходит один человек, да, второй убит. Есть орудие убийства, есть топор. Но вот человек утверждает, убеждает выживший человек, что это было не специально, не преднамеренно, просто такой несчастный случай. И вот тогда, раз намерение не было убийства и не было предшествующей вражды, то ты можешь спастись в одном из этих городов. Читаем дальше. И поэтому необходимость реализовать правосудие была долгом родственника, там, либо брата, либо сына, либо отца того, кто был убит. И вот возникает персонаж, называется он разгневанный мститель, и он бежит, бежит за тем, кто убил этого его родственника, там, сына, либо брата, чтобы совершить правосудие. Да, понимаемый правосудие очень довольно прямолинейное. Вот по закону, око за око, ты убил, и тебя должны убить, ты сломал, и твою руку должны сломать, не больше, но и не меньше. И вот описывается ситуация, мститель, как правило, глава семейства, возможно, с кем-то он был не один, а весь клан бежит за несчастным виновником этой смерти, чтобы совершить правосудие, чтобы пролитая кровь, она была бы искуплена кровью пролитой виновника или автора этого убийства. Да, ну, так, настоящая кровная месть, да, кровная месть, кровь вызывает от отмщения, вот, и есть какой-то мститель, и вот, но при всем при этом, конечно же, понимает и Бог, понимает Моисей, и всем понятно, что, в принципе, это не то же самое, что настоящее убийство, и у виновника этого, этого смертоубийства есть право на какое-то более гуманное обращение. Какое более гуманное обращение, да, в мире, где не было тюрем, где не было вот нашего целой огромной системы, да, вот, где вот, которая обеспечивает правосудие, его реализацию, ничего этого нет, да, и вот как вот эти вот тонкости, эти детали можно было бы учесть, и меру правосудия не перегнусь, да, вот, чтобы невиновный в смерти получил бы какое-то спасение, и какая цена этого спасения. И вот, эта цена здесь и объясняется. «Поэтому я повелеваю вам, выделите у себя три города. Если же Господь, ваш Бог, сделает ваше владение обширными, в чем Он поклялся отцам вашим, и отдаст вам всю страну, которую Он обещал отцам вашим, тогда прибавьте к этим трем городам еще три города, то есть вот шесть городов в Ханаане, в Палестине, в Северном и Южном Царстве выполняют эту функцию, функцию прибежища, город-прибежище. «Добежавший до него, не мог быть настигнут и убит». Там он получал спасение от мстителя. «И не прольется в стране, которую отдает вам Господь, ваш Бог, невинная кровь, и не будет у вас вины за кровь». Ну, в этом проявляется, как мне кажется, еще раз то свойство закона Моисеева, которое я называл настоящим гуманизмом. Задача закона Моисеева – минимизация кровопролития, минимизация насилия. Там, где можно наказание понизить, сократить, там это лучше всего сделать. И мы выше читали примеры про свидетелей и про, как может быть совершена смертная казнь. И там тоже были много деталей, которые имеют своим последствием сокращение случаев того, что кого-то по приговору суда убивают. «Ну, если некто питал вражду к ближнему, подстерег его, напал на него и убил, а потом бежал в один из этих городов, то пусть старейшины города, где жил убийца, пошлют за ним, заберут его из того города, куда он бежал, и отдадут мстителю, чтобы убийца был предан смерти. Не жалейте его, снимите с Израиля эту вину, пролите невинной крови, и будет вам хорошо». Вот другая ситуация. Есть злонамеренное убийство, есть предшествующее дурное отношение убийцы к жертве. К убитому человеку. И все понятно, да, это было настоящее убийство. Но, конечно же, страшась расправы, казни, убийца бежит в эти города-убежище, чтобы там найти спасение. Но нет, выше описанный принцип не работает, и нужно послать за ним, чтобы его взять, и чтобы привезти его обратно. И чтобы община города, где было совершено убийство, она бы совершила правосудие. И чтобы убийца был убит. И вот очень такое хорошее выражение. «Снимите с Израиля эту вину, пролите невинной крови, и будет вам хорошо». То есть, как будто бы необходимо совершить правосудие, как будто бы давит на общество, давит на общину. Несовершенное правосудие, недостигнутая реализация какой-то правды, справедливости, вызывает проблему в Израиле. Вызывает чувство какого-то, не знаю, неспокойствия. Короче, нужно проблему решить. Правосудие должно быть реализовано во что бы то ни стало, чтобы потом было вам хорошо. «Не сдвигайте межу ближнего, проведенную предками ваших владений в стране, которая отдана вам Господом, вашим Богом». Новый сюжет, да, один стих, впрочем, об этом говорит, рассказывает. Стих посвящен меже или межевом камне, да. Значит, ну, до сегодняшнего дня межевание – очень проблема сложная, и привлекаются целые такие сложные технологичные вещи, какие-нибудь квадрокоптеры, спутниковая съемка, какие-нибудь лазерные указатели, чтобы сделать очень простую вещь – измерить Землю, да. Тем более проблема была эта более сложная в те времена. Единственным способом оберечь свой участок, вот, твои владения, там, гектар, там, или сколько-нибудь соток, это необходимо было положить камни по границам этого участка. И по этим камням и приходила граница, отделяющая твой участок от участка соседа. Ну, вот возникает ситуация, да. Например, твое хозяйство является хозяйством слабым, да, или оно маленькое, или умер отец семейства, либо просто не получается у вас, или много детей, либо есть больные в хозяйстве. Короче, вы являетесь хозяйством слабым, и некому за вас постоять. А около вас есть хозяйство такое бурно развивающееся, да, там много земли, там есть слуги, там есть работники, там есть успех, там есть богатство, и воистину рубль рождает рубль, да, либо шекель рождает шекель. И вот у этого кулака, так можно его назвать, соседа возникает желание, а давай-ка я подвину эти камни тайком, ночью, а может быть и не тайком, и не ночью, потому что что они со мной сделают, эти бедняки, это нищета, ведь у меня есть и дети, у меня есть и рабы, и слуги, короче, мы сила, да. Но вот нет, так поступать нельзя, да, потому что это есть нарушение принципа братского сосуществования, братского сожития, и в этом отношении, предвигающий межу или межу, вызывает гнев, вызывает расстройство у бога, горе этому человеку. Новый сюжет про свидетелей, про суды, да. На суде один свидетель не может обвинять человека ни в каком преступлении, или проступке, или в каком-либо, какой-либо провинности. Обвинение будет законом лишь тогда, когда есть два или три свидетеля. Ну вот, об этом речь шла выше. В одной из предшествующих глав повторяется мысль еще раз, один свидетель этого мало, должно быть два, три и больше очевидцев того, что нечто противозаконное было сделано. Если не те лжесвидетели обвинить невинного, то оба они должны предстать пред Господом, пред священниками и судьями, что будут в то время. Вот, значит, если есть один свидетель, да, то нужно разбираться, нужно вызвать их обоих, свидетеля и обвиняемого, и чтобы специальные люди, да, какие-то более менее образованные, знающие закон, священники и судьи, они будут уже разбираться. И если судьи, тщательно расследовав дело, обнаружат, что этот свидетель дал ложные показания, возвел на брата своего напраслину, сделав с ним то, что он готовил брату своему, искорени зло. Вот, значит, возникает момент расследования, да, люди спрашивают, делают очные ставки, допрашивают отдельно, привлекают других людей. В конце концов, очень часто, ну, люди же не глупые, и у них намерения добрые и правильные, очень часто возникает, воссоздается правда, да, как в действительности все было. Было правонарушение или не было, прав или не прав, свидетель. Так вот, вередикт является очень, очень таким хорошим и очень правильным, да, но бывает иная ситуация, когда есть один свидетель и один обвиняемый, вот как быть в этом случае. И вот описывает глава 19, как надо поступать. Надо позвать обоих людей, и обвиняемого, и обвинителя, на суд, на разбирательство, которым руководят, ну, образованные люди, знающие, что есть закон, знающие писание, и, в принципе, скорее всего, желающие воссоздать, найти правду. Так вот, эти люди, они собираются, проводят допросы и отдельно допрашивают участников этого процесса, проводят, видимо, очные ставки, спрашивают окружающих людей. А, конечно же, все это деревенские места, а в деревне все, все про всех знают. И тогда возникает, воссоздается правда, как по-настоящему все обстоит. Возникает ситуация, когда, вероятно, так бывало, видимо, нередко, что напрасно возводится на невиновного человека. И вот тогда виновник получает то, что должно было бы ждать того, кого он неправедно обвиняет. Смерть, так смерть, штраф, так штраф, лишение участка, пускай лишение участка. И в этом отношении каждый, думающий, кого-то клеветать, будет рассуждать о том, а что мне грозит в случае того, когда моя неправда, моя ложь, она вскроется. И в этом отношении искренне зло касается тех, кто вызывает вражду, подозрения, зависть во всем народе. Все остальные узнают об этом и затерепещут, и в прессе никто не из вас не будет так поступать. Ну вот, видите, значит, страх, но страх хороший, страх, оберегающий меня от совершения плохого поступка, страх является целью всех этих жестких, но справедливых предписаний. Пускай будет у вас страх, и из-за страха вы не будете делать зло. Вы будете, братьями и сестрами, жить честно и праведно, потому что виновника ждет наказание. Не поддавайся жалости, не поддавайся жалости, да, а вдруг твоим братом или твоим сыном или твоей женой является та, которая возводит напрасну, кого-то в чем-то неправильно обвиняет. Но вот скрылась эта неправда, выясняется, что она оболгала человека, или он оболгал человека, твой сын, твой родной сын, и выясняется, что он лжец. И вот написано здесь, видимо, эти слова были вызваны правдой жизни, не поддавайся ложной жалости, не поддавайся лживому какому-то малодушию, что ли. И вот окончание главы является очень кровожадным, вроде бы таким довольно несовременным, мрачноватым, но в этом можно увидеть вот здоровое правильное зерно, да. Чтобы не было зла, чтобы не было лжи, чтобы не было насилия в этом обществе, чтобы ничего этого не было, написано следующее. Жизнь за жизни, глаз за глаз, зуб за зуб, за руку, рука за ногу, нога. Пускай справедливость, вот в этих вот таких вот, даже в таких непонятных формах, она пускай будет реализована в вашем о Израиле обществе. Не больше ни жизни за руку, ни две руки за сломанный палец, не больше, но и не меньше, потому что цель всего этих предписаний – минимизация насилия в Божьем народе, состоящем из братьев и сестер. Дорогие друзья, глава прочтена, спасибо за внимание, портал экзогер.ру из Петербурга, всего хорошего. Продолжение следует...